На попадание в восьмерку. Ну, это опять-таки чистая теория, которая не подкреплена пока что. Ну, будем так говорить, результатами участниц этого матча, для того, чтобы иметь возможность спортсменкам рассчитывать на попадание вот в число этих самых теннисисток, которые будут в ДОХе выяснять между собой отношения. Хотя у Алисы Клейбановой 1827 больше, чем у Ивановича на 300 очков. Ну, это не такая большая разница при том условии, что у Клейбановой меньше двух тысяч пока что набрано. Хотя удачное выступление на этом турнире уже даст какое-то основание для того, чтобы продолжать бороться за попадание на итоговый турнир в год. Но это относится не только к этой паре участниц, а также и ко всем остальным, включая даже тех, кто проиграли сегодня. Я имею в виду двух наших россиянок, это и Шарапову, и Петрову. Но это чистая такая выкладка, ну, чистая теория. Вот мы видели сейчас прекрасный удар Алисы Клейбановой был столь силен и быстр, что, видите, Анна Ивановича не сумела его отразить. 30.15 Алиса подает. Арбитр на вышке просит выполнить вторую подачу. 40.15 Алиса. 40.15 Алиса. 40.15 Алиса. участница этого матча обладает очень мощными ударами задней линии ежели и подачей хороший у иванович ее коронный удар это форхенд у алиса очень тяжелые удары с обеих сторон то все форхенд и бэхенд и подачи хороша увидели как она вводит мяч в игру и не очень комфортно себя ощущает елена ошибка иванович первых дней в первой партии выигрывает россиянка выходит вперед 1-0 теперь несколько слов для того чтобы закончить вот этот самый разбор ситуации с тем кто имеет шансы попадания в доху ну шестеро возняцкий сирена вильямс ким клестерс вера звонарева венус вильямс и саманта стосор наиболее вероятные претендентки нападания потому что разница в очках между самантой стосор и елена янкович а елена янкович седьмая вот в списке наиболее успешных выступающих в этом сезоне более 500 очков иванович подает 0 1 15 но я говорила о том что куда справа и подачи это очень такое мощное оружие в руках теннисистки сербии вот мы сейчас видели воспользовалась этим подачи на вылет впервые 30-0 еще одна хорошая подача анна и не справляется с ней алиса стопроцентное попадание первой подачи в этом гейме было у иванович по одному ну увидели сейчас группу поддержки несетские сербии наставники андс хюнхарт и тренер по физподготовке она прибавляет явно прибавляет анна иванович турнира к турниру и ее работа с хайнсом юнхардом в общем-то плоды этой работы на лицо 15-0 на подачи клейбановой четвертый матч в этом сезоне проводят между собой участниц этой встречи пока что трех предыдущих которые в этом сезоне они играли преимущество россиянки 2-1 но последний матч выиграла иванович по 15 те кто внимательно следит за выступлениями этих спортсменок то наверное обратили внимание прогресс теннисистки и сербии за счет того что она стала увереннее играть с бэкинда меньше ошибок и вот сейчас мы видели прием подачи анна ивановича столь быстро и длинен что алиса не справилась не сумела не успела подготовиться для того чтобы выполнить ответные действия и вот опять прием подачи как вы видите роскошные ванны но это форхенд форхенд и не всегда очень и очень хорош и неприятен для соперников двойной брейк-поинт вот это невынужденная ошибка алиса и видите какое двойной брейк-поинт сразу шансы у анны сделать брейк ну в начале сета в общем это не смертельно хотя и достаточно неприятно потому что мы видели как первый гейм на своей подаче провела анна иванович один эйс и попроцентное попадание первой подачи алиса чуть-чуть не попадает первым мячом уже не единожды мы это видели как тяжело смотрите какие мощные удары справа анна иванович сделан брейк выиграла гейм на подачи клейбановый иванович и выходит вперед до 1 она повела в первой партии в первой партии и Субтитры сделал DimaTorzok India, incredible India Возвращаемся к матчу Ивановича Клейбанова Анна Иванович подает 2-1 она впереди Два гейма подряд выиграла Последняя на подаче Алиса Клейбанова И вот первое очко в этом гейме Выигрывает россиянка Первое очко на подаче соперницы Выиграно в этом матче Алисой Возвращаемся к матче Возвращаемся к матче 30-15 Опять не справляется С первой подачей Ивановича Алиса Мяч быстро И, к сожалению, нам не показывает Скорость полета мяча Я не вижу счетчика Который мог бы нам Помочь в этом Не показывает нам Вполне возможно, его и нет Здесь, на этом турнире Двойная ошибка Вторую подачу Анна Ивановича сейчас Выполняла примерно С такой же силой И, мяч летел с такой же скоростью Как и после первой подачи По 30 Вот нужно сейчас стараться По крайней мере, добраться До брейкпоинта Алисе Тем более, что первую подачу Не попало Иванович Не получилось избежать ошибки Хотя Стремление Со второй подачи Сыграть Остро и быстро Оно было понятное И оправдано Но Техника Не позволила Касани сетки Первая подача Мы видим с вами табло Который показывает Сколько времени Находится Спортсменки на корте Скорость полета мяча И опять ошибка Алисы Нет, не стала брать Видеоповтор Клейбанова Гейм Третий подряд Выигрывает Иванович И счет становится 3-1 Уходит в отрыв С преимуществом Два гейма Из Сербии Россиянка готовится Подавать Но В этот гейм Нужно выигрывать Во что бы то ни стало Алисе Для этого нужно Попадать Первую подачу Молодец Здорово Не очень понятен Вот этот вот удар Из середины корта Может быть она предполагала Что сейчас будет Закрывать левую сторону Побежит в левый угол Анна Иванович Ну и В подобных Игровых эпизодах Когда это происходит Удар в середину корта Более чем достаточен Для того чтобы выиграть очко Этого не произошло И последующая ошибка Клейбановой И 0.15 По 15 Здорово Очень сейчас удачно сыграла Практически с полулета Алиса Отвечая после приема подачи Иванович И быстро очень ответила И близко к боковой коридорной линии Видите Несмотря на все старания Спасти очко Алиса Алиса 30.15 Вышла вперед Алиса Ну вот сейчас будет забегать Под Форхенд Наверное И пытаться Атаковать справа Иванович Она любит это делать И умеет Молодец Предполагая Именно подобные действия Которых я только что говорил Алиса Клейбанова Сыграла именно под Форхенд Но еще очень точно Близко к линии Разделяющей квадраты подачи Положила мяч Так что против хода Может быть даже и Эйс был Да Похоже что это была Подача на вылет Первая у Клейбановой 40.15 Молодчина Вот будет опять играть Под правой или нет Первый квадрат Коса Вторым мячом Нет Решила не испытывать судьбу Сыграла просто под Бэхенд Ну и вот подряд Несколько ударов под Бэхенд Ошибка Иванович Мы говорили Что Бэхенд Все таки наименее Уверен Исполняемый ею прием Гейм Клейбановой 3-2 Иванович впереди В первой партии Ждем подачу Анны Иванович Ну и еще раз Хочу напомнить вам О том Так играли Во-первых Наша соотечественница Сегодня Пока что Из россиянок Вышли в следующий круг Кузнецова При счете 3-4 В первой партии Агнышавая Отказалась от продолжения Борьбы Таким образом Светлана Оказалась во втором круге Будет играть против Петкович Маша Шарапова Проиграла Кимико Дата Крум 5-7-6-3-3-6 Ну и Надя Петрова Проиграла Тоже Она проиграла Роберто Винчи В двух сетах Анна Иванович Готовится подавать Матчи против Алиса Калибанова Первая партия 3-2 С брейком Впереди Танисийская Из Сербии 0-15 В общем быстро Сейчас приняла Подачу Удачно Алиса Не успела Отправиться Со скоростью Полета Меча Анна Иванович Аут Досадно Небольшой Аут Ну правильно Все Подбэхенд Левую сторону Пытается Загружать Все больше И больше Своей сопернице Калибанова Ну ну Ашивка С приемом Подачи Алиса 30-15 Не успевает Пока что Имущество В 2 Гейма У Анны При счете 24 Подачи Алисы Калибановой Треба 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 По-моему, сейчас судья линейный был неправ. Анна Ивановича сразу же попросила видеоповтор, но, как мне послышалось, арбитр на вышке отменил решение коллегии и отдал очко. Иванович, да, все правильно. 0.15 на подачу Грибановой. Драйв воли был исполнен превосходно. По 15. Продолжение следует... И в очередной раз не справляется с мощью ударов Иванович Грибанова. Не успела подойти к мячу как следует для того, чтобы вернуть его мяч этот на сторону. Теннисейская Сербия. 15-30. По 30, но сейчас сама в этой скорости бешеной полета мяча не сориентировалась Анна Ивановича. Молодец. Средней силы, но уверенно исполненная подача под бэкхенд соперницей загружает все больше и больше левую сторону Анны Алиса. 40-30. ПОТАЛАННЫЕßenсь ПОТАЛАННЫЕ АЛЬЯpper Не успела под사чить. ровно многовато ошибок по всей вероятности стремится использовать любую игровую ситуацию когда вот в испан опять нам показывают тренера хлебановой пытается использовать любую ситуацию когда не очень мощные удары иванович алиса чтобы держать соперницу напряжение вот видите опять играет неожиданно под форхенд но готова была к этому иванович но не справилась со скоростью полет мечей в очередной раз теперь анна больше здорово очень здорово и очень мощно атаковала сейчас клейбанова и несмотря на все усилия иванович спасти очко сделать это не удалось гейм клейбановой еще становится 4-3 вы смотрите евросворд на спутниковой платформе радуга тв the universe must be saved your mission your way to become a hero sign up for free online browser game dark orbit and start with a mega battleship as an extra gift darkorbit.com slash eurosport golf from the us pga tour wednesday night in the wednesday selection on eurosport golf in association with turismo esteril in portugal golf is brought to you by golfino the wednesday selection is brought to you by relics возвращаемся с вами к матчу алиса клейбана ванна иванович мать первого круга турнира в токио 43 анна впереди и подают 15-0 черный раз удар справа не смогла отбить алиса подача была хороша у иванович процент падания первым мячом и выигрыша централизация первой подачи я смогли с вами цифры 91 процент реализации прекрасный иванович у алиса 69 пока 30-0 пожалуй первый раз когда смогла выиграть очко благодаря удару слева иванович хорошо очень подготовилась и выполнил этот технический прием 30-0 угадала угадала сейчас иванович что будет обводить справа косым коротким кроссом алиса смотрите она сделала вид что закрывает линию сама сместилась правее и укороченный слёд великолепен 186 сантиметров рост иванович и приближаясь к сетке вплотную она перекрывать и может полностью что мы сейчас и видели 45 ну сейчас нужно пытаться зацепиться за это очко россиянки для того чтобы до минимума сократить отставание счете в этом гейме нет не получается подачи анна иванович лишает возможности либо на вы сделать это счет становится 5 353 иванович впереди в первой партии и ждем подачу россиянки либо на готовится вводить мяч в игру вот команда принесет кей сербии 2 подача двойная ошибка алиса первая двойная в матче 0 15 1 2 Играет музыка. Два очка отделяет Иванович от выигрыша партии. Играет музыка. И опять не успевает. Не успевает Алиса. Столь быстрые ответы Анны Иванович, что не успевает подготовиться к ним Алиса Клебанова. И вот уже 0.40 тройной сетбол у Анны Иванович. Вновь мощнейший удар справа. Приносит очко Анне Иванович. И еще один гейм на подаче соперницы. И сет 6-3. Иванович повела в сет. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. The new improved fuel gauge for your phone that shows the date, the time, and your battery level. Just send the keyword EURO1 to the number next to your country's flag and join the Jamba subscription. Have you the Netherlands number? SMS дан EURO1-4636. Para España solo tienes que enviar EURO1 al 35235. Per l'Italia envia EURO1 al 48277. For Norge bares en EURO1-2125. EURO1 al 48335. Её Алиса Клейбанова, сейчас после того, как завершился первый сет в пользу Анны Ивановича со счётом 6-3, вела перерыв Алиса и сейчас, видимо, появится на корте для того, чтобы начать вторую партию. Два гейма на подачу россиянки выиграла спортсменка из Сербии. Смотрим статистику первой партии. 31 минута она продолжалась. Количество выигранных очков и невынужденных ошибок. Всё в пользу Анны Ивановича. 10-6 выигранных за счёт своей активности мячей. И 6-9 невынужденных ошибок. Процент падания первым мячом очень хороший. 65-48 у Ивановича опять в её пользу. Эйсов на один больше. Двойных одинаковое количество. Два брейка сделала Анна Ивановича. Ни одного Алиса Хлебанова, даже одного брейкпоинта, ни одного брейкпоинта не было. Ну и количество общих очков, выигранных Теннисистской из Сербии. 29 против 18 у россиянки. А вот что ещё нас с вами ожидает и что будем мы показывать. Это, вот, обратите внимание, это те турниры, которые дают возможность Теннисисткам набирать очки для того, чтобы принимать участие в турнире в ДОХе. Иванович готовится подавать, а я быстро назову вам эти турниры, которые ещё могут помочь тем, кто рассчитывает на попадание в ДОХу, итоговый турнир года, набрать необходимое количество баллов, чтобы оказаться там. Ну, это турнир здесь, в Токио, после этого Пекин, затем Линц и Кубок Кремля. Вот эти вот четыре турнира могут дать возможность поправить своё положение и набрать необходимое количество очков, чтобы оказаться в ДОХе. Поэтому борьба в этих турнирах, особенно у тех спортсменов, которые имеют шанс попасть в ДОХу, будет очень и очень упорная и жестокая. По пятнадцати Анна Иванович подаёт первым геймем второй партии. Тридцать пятнадцать. Несколько раз сейчас вот в этом обмене ударами с задней линии мяч попадал в линию. В исполнении причём и Анны, и Алисы. Но последний удар Клейбановы был очень неточен. Сорок пятнадцать. Пытается подавить Клейбанову мощью своих атак Анны Иванович. И пока ей это удаётся. Вторая подача. Тридцать. Тридцать. Гейм Иванович. Один ноль. Как только попадает первая подача Анны Иванович, сразу возникает проблема у Алисы Клейбановой. И вот мы видели с вами, как сейчас было разыграно последнее очко. Удар справа очень хороший. Вообще техника выполнения ударов с задней линии под скачившим мячу. Подача. Прекрасная у Анны. Ну и стремление и умение действовать активно, решительно и часто, что немаловажно. Впереди у сетки. Хорошо готовил выход к сетке. Это, конечно, очень большой плюс. Теннисистки из Сербии. Рост сто восемьдесят шесть сантиметров позволяет ей. Там чувствует себя очень комфортно. Алиса подаёт. Ну, лядит. Пятнадцать ноль. К сожалению, в предыдущем сете сразу же проиграла. Второй же гейм на своей подаче Клейбанова. И дала возможность Иванович захватить инициативу буквально в самом начале матча. Ну и... Тридцать ноль. И это обстоятельство сделан и Брейк Иванович в первой партии. Третьем гейме. По счёту. Ну и предрешил, можно так сказать, исход первого сета. Вторая подача. В коридоре мяч опустился. Чуть-чуть не попала Анна Иванович. Смотрите, как на вылет принимала подачу. Сколь уверенно она выполняет этот удар. Подача Клейбановой была очень неплоха. И по направлению, и по скорости полёта мяча. И оказалась подготовленной к этому Ивановичу только лишь удача. Удача была на стороне Алисы в предыдущем игровом эпизоде. Молодчина. Это уже второй эйс. Причём второй эйс во второй квадрат. И вторым мячом застаёт врасплох. Иванович. Видите, она сделала шаг влево, забегая под Форхенд. И увидела это движение соперницы Клейбанова. Таким образом, Алиса выигрывает гейм и сравнивает счёт. Он становится по одному. Подача Иванович. Ждёт. Всё время ждёт ответа под Форхенд Анна Иванович. Как только это происходит, она моментально атакует. Причём делает это очень и очень умело и опасно для соперницы. Вот сейчас на вылет пробила Иванович. 15-0. Вторая подача. Двойная. Вторая двойная ошибка. По 15-ти. 15-30. По-моему, второй раз за матч на подаче Иванович преимущество Алисы появилось. Причём, смотрите, с каким трудом она отбила атаку. Приняла подачу Анны. Вот опять Форхенд. Опять удар справа. Очень умело использованный и точно выполненный Анна Иванович приносит ей очко. Позволяет сравнять счёт по 30-ти. 14-7. 40-30. Ну, Иванович знает, что любит играть справа кросс Алиса Клейбанова. И порой, вот как было сейчас в предыдущем игровом эпизоде, она пользуется этим. Ну, а Алисе нужно играть уж тогда кросс справа очень мощно, чтобы не дать возможность следующим ударам Иванович выиграть мяч. Ну, а сейчас гейм, Иванович, 2-1. Выиграла очередную подачу Анна Иванович, хотя счёт и был 15-30. Но не смогла развить успех россиянка и довести дело до брейк-поинтов. Ну, а сейчас, опять находясь в положении догоняющей, ждём выхода на корт и подачи Алисы Клейбановой. Смотрите, как решительно настроена Анна Иванович. Видно даже по её внешнему виду, что она очень-очень психологически хорошо подготовлена к этой встрече против Алисы Клейбановой. Напоминаю, что счёт в личных поединках между ними 3-2 к этому моменту россиянка ведёт. И в этом году они играли трижды. Дважды выигрывала Клейбанова один раз. Правда, последний раз Иванович. Клейбанова один-два во второй партии в роли догоняющей. Первый сет Алиса проиграла 3-6. Её соперница Анна Иванович. Опять удар справа проходит. Казалось бы, весь корт открыт. Алиса играет в освободившуюся часть площадки, но не очень точно. Но это позволяет Иванович воспользоваться своим, ну, самым сильным. С точки зрения исполнения техническим приёмом, 7 уже очков набрала она за счёт удара справа против одного Клейбановой. И вот уже 0.30 на подачу Алисы Клейбановой подвисает гейм. Выигрывать нужно тачку. Если проиграет 3-брейк-поинт, это будет очень тяжело. Вторая подача. Аут. 0.40, 3-брейк-поинта. Одно очко отыграно. 15-40. Первым мячом. Первым мячом и подбеки она должна подавать Алисе Клейбанову для того, чтобы обезопасить себя от вот этой самой атаки Анны, когда она играет справа. Вот, решил сыграть неожиданно. Первым мячом косо. Под Форкинт, ну, видите. А сейчас будет забегать. Нет, не пришлось этого делать Анну Ивановичу, потому что двойная ошибка Клейбановой на подаче на брейк-поинте позволяет выиграть этот гейм. Иванович, и счет становится 3-1. Та же, как в предыдущей партии, второй гейм на подаче Клейбановой выигрывает. Иванович и подает 3-1. Вот начинает загружать бэк-поинт. В данном конкретном игровом эпизоде удается это сделать Алисе. 0.15 на подаче Ивановича. Все еще можно, конечно, выправить, но для этого нужно, чтобы чуть-чуть подвезло Алисе. Пятнадцати. Ну, а везение может состоять в том, чтобы чуть-чуть пореже попадала первую подачу Анна. Просит видеоповтора Алиса. Не уверена, что был эйс. Причем сразу подняла руку вверх. И на самом деле мяч не попал в квадрат. Значит, вторая подача. И одна попытка реализована Анной. Из трех. И двойная ошибка. 15-30. Подание первой подачи у Анны Ивановича. 68%. Вторая подача. Вторая подача. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Поэтому сейчас, наступив на горло собственной песни, извините за высокий стиль, но она все правильно делала. Она играла под Бэхен для того, чтобы исключить возможность... Здорово. Как прекрасно сыграла сейчас Анна. Вот ее удар справа. Довольно. Довольно. И можно понять ее состояние. Потому что, смотрите, как... Неплохо атаковала Алиса в движении. Выполняла обводящий удар. Косок, коротко. Роскошность. Совершенная обладка. И геймбол уже у Ивановича. 40-30. Была лишь одна невынужденная ошибка Алиса Кребановича. Вот когда справа она не попала по линии, пустив мяч в середину сетки, она не повела к чему. Да, еще одна ошибка. Гейм Иванович. И счет становится 4-1. Анна Иванович впереди во втором сете. Вы смотрите Евроспорт на спутниковой платформе Радуга-ТВ. Редактор субтитров Алиса Кребанович. Корректор Алиса Кребанович. При счете 1-4 во второй партии Кребанова в роль догоняющей, уступив первый сет со счетом 3-6. Ну что, критическое положение. Нужно держать свою подачу и делать обратный брейк. Ежели этого не произойдет в течение ближайших трех геймов, то... Нет, видимо, действительно, в коридоре мяч опустился, потому что Алиса не попросила видеоповтора. Видеоповтор. 15-0. Постоянно рискует Анна Иванович, забегая под Форхенд и выполняя этот технический прием. То есть ни разу мы не видели в этом матче, чтобы, играя справа, какой-то удар средней силы демонстрировала теннисистка и Сербина. Она все время атакует, играя в Форхенд. Алиса показывает не лучшую свою игру. Ну, в общем, тяжело, наверное, в такой ситуации, когда соперницы держат ее все время в напряжении и не позволяя играть под право. По 15-ти. 30-15. Вот сейчас сделала то, что необходимо. Алиса Клебанова, чтобы набирать очки. Загружает левую сторону. Три удара подряд, выход к сетке. Ну и смеш на вылет. 40-15. Но имея преимущество в один гейм на подаче соперницы, при одном брейке держать свою подачу, и это будет достаточно Анне Иванович, чтобы победить в очередной раз Клебанову и сделать счет в личных встречах между ними по три. А самое главное пройти в следующий круг, конечно. В очередной раз попыталась, и эта попытка оказалась успешной. Алина Клебанова вторым мячом играла под форхенд Иванович. Ну и этот удар россиянки оказался неожиданным для теннисистки из Сербии. 4-2. Иванович подает предпоследняя попытка, может быть, у Клебановой сделать обратный брейк. 15-0. Видите, опять очень, к сожалению, в простой ситуации ошибается Алиса. Мне кажется, она не только торопится, пытаясь неожиданно сыграть. Нужно было еще разочек другой под бейкин сыграть, а потом уже вторая подача удалась. А Алиса. Не получилось. Неожиданно короткий удар, случайно исполненный Анна Иванович, видите, и не смогла очень сильно выполнить форхенд. С сильным вращением, чтобы выйти вперед. Ошибка Алисы. 40-0 на подачу Ивановича. Да, при счете 5-2. Потом, наверное, будет 5-3. Или, по крайней мере, будет стремиться к этому Алиса Клебанова. При счете 5-3, может быть, последний шанс у Алисы. Зацепиться еще в этой партии и продолжить борьбу за нее. Двойная. Ну, при счете 40-0 и такой подачи могучий, как у Анны Ивановича. Этот подарок, конечно, не лишним будет для Клебановой. Сейчас очко важное. 40-15. Вторая подача. Вторая подача. Гейм Иванович. 5-2, как мы и предполагали. Сейчас подача Клебановой. И, может быть, счет станет 5-3. А тогда... Тогда и будет наступить момент истины. Вы смотрите Евроспорт на спутниковой платформе Радуга-ТВ. 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 пришедшим поболеть и посмотреть за этим поединком. А сейчас смотрим, что нас ждет с вами. Дементьева-Шведова. Это первый матч. Хантухова, да, это Крум. Второй. И затем Возняцкий-Арн. Это третий поединок. Вот такие вот встречи нас ожидает с вами завтра. А на этом режиссер трансляции Дмитрий Кузьмин, комментатор Борис Боровский, прощается с вами. И благодарим вас за внимание. До встречи завтра. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok